Дорогие друзья, всех приветствую на прохождении Assassin's Creed Odyssey, и в прошлой части мы собственно нехило так исследовали остров Миконос, ну и соответственно остров Делос. И соответственно, что же еще осталось у нас тут, мы сюжетную кампанию завершили, тут самые крутые романтические узы нашли, ну и еще плюс ко всему у нас осталось парочку квестов, во-первых это медвежья услуга и метод Сократа, давайте же конечно же это выполним, но перед этим давайте также посмотрим, что за таинственный вопросительный знак у нас находится буквально на северной части острова Делос. И здесь какой-то вот смотрите-ка, это мы еще заметили в прошлой части, а тут мишка какой-то охотит замечательный такой, и плюс ко всему там обломки корабля, я думаю что стоит туда наведаться и посмотреть что там к чему. Так, затерянное медвежье логово. Судя по всему этот мишка непростой. Возможно даже это какой-то босс, либо легендарное чудище. Так, где можно собрать что-то? Да, трупов здесь очень много. Опачки, мишка какой сидит весь такой косоляпый, вообще чудо просто. Ну что ж, вот наш миска испалил наш. Так, надо как-то аккуратненько двигаться, а то это отверзил двадцать девятого уровня и паночку раз лапой мне дарит и все будет как да мне. Вот все, пришли мы выступления, теперь надо гасить этого мишку. Есть. Так, собираемся мы на шкуру какую-то получили определенно. В области исследования затерянное медвежье логово. И тут здесь какая-то вот пещерочка. Судя по всему здесь у него был этот, лешбище, и он тут жрал этих людей. Ну что ж, тогда давайте посмотрим остальную часть этого пляжа. Смотрите-ка, уже коршуны налетели. Вот это, конечно, интерактивчик. Они еще так идут. О, сейчас мы нажаремся, тут целая туша медведя валяется. Прикольно, конечно. Как говорится, путячок, а приятно. Ладно, давайте взглянем, что это за трупы тут. Странно, а больше пока что здесь ничего нет. Медведь, кишки выпустили. Киршество для птиц. Корабль? Вот как медведь попал на Делос. Понятно. То есть они просто-напросто везли мишку в цирк. Ну, или подобие этого. И что-то здесь есть. Ага, орехалковая оруда. Да, она мне уж точно пригодится. Непонятно только для чего пока что, но этого, я думаю, позже узнаем. Вроде бы мы здесь все исследовали. Давайте тогда отправляться уже выполнять квестики. Итак, первая у нас медвежья услуга. Слушайте, как перекликается. Не связаны ли эти места? Ладно, сейчас мы это дело все хорошо изучим. Там же будет видно. Так, давай-ка. Фобос. Фобос пока что не хочет к нам идти. Какая-то здесь все-таки запретная зона еще. Хотя мы все вроде исследовали. Давай. Охренеть. Тут еще и этот заходник за головами. За мной прям следует по пятам. Автомидон нарушитель слова. Господи, ну и, конечно, имечко у него. Автомидон. Итак, светилище Аполлона. И где-то тут можно даже Сократа найти. Дороги. Дорогу. Ты ранена. Серьезно? Хочешь выдать меня жрецам? Смотря в чем твоя вина. Тебе не говорили, что умирать на этом проклятом острове запрещено? Говорили. А вот тому зверю, что здесь бродит, нет. Я щедро заплачу за его смерть. Ты ведь не о том гигантском медведе на берегу, правда? Ты видела зверя и выжила? Этот зверь сбежал из мира богов. Кровавых богов. Я отправила его домой. Не знаю, кто ты такая, но возьми. Ты заслужила. А теперь иди. Оставь меня. Оперативно, конечно. Не зря я все-таки и туда сходил. Местечко довольно приметное. Да, как, собственно, этот и персонаж. Ну ладно, давайте тогда посмотрим. Кстати, для него клетка даже тут есть. Прикольно, прикольно. Ладненько. Дальше у нас идет Сократ. И здесь можно посмотреть на обзорную точку. Давайте как раз-таки это и сделаем. А после уже к Сократу. Так, ну обзорная точка же здесь. Или я что-то путаю. Так, может быть, чуточку дальше, конечно. Хотя тоже странно. Меня тут заметит. Будет плохо. А, то есть статус Аполлона это и есть обзорная точка. Ясно понятно. Только вопрос, как на него забраться? Это же понятно. Да, хватайся прям за его эти причиндалы. Статус Аполлона. Ну что ж. Статус Аполлона. Разблокировано быстрое перемещение. Так, а АД-525 не то сделал. Ну ладно. Что она тут? Метод Сократа и там у меня же ожидает этот Автомидон. Автомидонский. Блин. Что-то мне напоминает связанное с машинами. Да, скорее всего по приставке авто. А вот он этот гаденыш. Ну что ж, давайте устроим ему тогда теплый приемчик. Ах, жалко у меня как раз скинету адреналина. Ну ладно тогда, живи пока. Не хочу конечно нарываться без помощников, но ладно. Грязный мятежник обокрал святилище. Пролил кровь на святой земле. Сократ! Заводишь друзей повсюду, не так ли? Кассандра, какой приятный сюрприз. Что привело тебя на Делос? Я помогаю местным мятежникам. Хм, но нужна ли им помощь? Разве решение восстать не освободило их от угнетения? О, ну уж нет. Ты не втянешь меня в очередную дискуссию. Но мне хотелось бы узнать твое мнение об одной ситуации. Ну? Солдаты схватили мятежника. Он украл деньги из святилища, чтобы помочь восстанию. Когда стражники попытались схватить его, он убил одного из них. Убийство здесь. Скорее всего его казнят. Именно. Но тут нельзя отнимать жизнь. Потому он ждет, когда его отправят на Миконос, чтобы казнить там. И при чем тут я? Как думаешь, он заслужил смерти? Свершится ли правосудие? Интересный, конечно, вопрос. Так, ага, что есть справедливость? Он заслуживает смерть. Ну, собственно, ока за ока тоже, в принципе, здесь работает этот принцип. Но если так рассуждать... Мятежник боролся за свободу своего народа. Это благо. Скажи, если кража у богов, нарушение закона и убийство человека не повод для смертной казни, что тогда? Я крала, убивала и нарушала закон с тех пор, как себя помню. А, так ты увидела в нем себя? Ха, ты знаешь мое мнение. Я могу идти? Конечно, конечно. И еще кое-что. Ах, разумеется. Мятежника держат в крепости на севере в Гистеотарионе. Завтра его отправят на Миконос. Стой. Ты хочешь убедить меня спасти его? Убедить? Что ты? Хотя мне любопытно. Теперь, зная, где он и почему, спасла бы ты его? Мне стоит навестить мятежника. Кажется, у нас много общего. Я так и думал. Впрочем, денег у меня нет. Лишь знания. Но они лучше денег. Ведь они всегда останутся с тобой. Уже? Кое-что? Наверное. Это было суперразводилово. Да. Итак, на острове Делос. В западной части месторождения Аполлона. Да что ж такое вечное ожидание? Так, западная часть, то бишь, что где-то слева. А скорее всего здесь. Здесь какая-то крепость просто, мне кажется. Ага. И тут Олимпи... Олимпиадор Чудовище Аркадия. Олимпиадор. Ух ты, конечно. Олимпиадорчик. Ах, чёрт. Это... Ой, здрасте. Ладно, сейчас мы тебя быстренько покрымцаем. Выступление в худер. Оу, да. Слава Богу, то, что он не зоворокливый. Да ещё и гад меня травит. Вот это терпеть. Я не могу. Брязные, конечно, фокусы. Ничего, мы его сейчас тоже будем травить. Хамма, приёмки гораздо круче твоего. Хамма, зила. Всё, покарали как надо. Ну что же, Автомидон нарушитель слова. Слово, так, своё прозвище Автомидон получил за то, что он не удосужился добить жертву наверняка. Его придумали наниматели, когда обнаружили, что цели, считающиеся, собственно, мёртвыми, просто живут в другом городе и под другим именем. Хотя и с недостающими конечностями, господи. Вот точно связано с машинами, стопудово отрезал и делал из них какие-то там эти. Короче, маничел, маничел. Да, да, у него шиня проблема. Ну ладно, а наша цель крепость. Крепость находится где-то в западной части этого Делоса. И мы уже близко. Ага. И относительно близко. Давайте-ка сейчас посмотрим, как туда добраться. Я даже... А, всего лишь один охранник. Но это не страшно. Здесь меня могут заметить. Да и никто не заметит, тут никого нет практически. Киро перебьёт всех вас. Проваривайте спинки. Это земли Аполлона. Спасибо, Мисти. Но их ты пожалела зря. Тебя никто не спрашивал. Ты уже сделал, что мог. Иди за мной. Смерть угнетателям! Смерть тем, кто хочет отобрать у нас Делос! Жизнь за свободу! Если не замолчишь, так и случится. Молчание подвело нас. Я буду кричать до кровавого кашля. Не мешай мне! Молоко! Всё-таки, значение слова «молоко», мне кажется, как придурок. По-другому это не описать. Ну да. Ну, по крайней мере, мы легко выбрались. Так, только на другую сторону. У тебя длинный язык. Мы оба могли погибнуть. Тогда наша жертва зажгла бы пламя в сердцах мятежников, и они бы сбросили всех чужаков в море на поживу Посейдону. Я ведь тоже здесь чужая. И спартанцы, что сражаются плечом к плечу с мятежниками, тоже. Афине нам нужны наши ценности. Спартанцам нужны наши земли. Мы будем защищаться. Мы их не звали. Мы их прогоним. Делос принадлежит только нам. Я собираюсь поговорить с Кирой. Мятежникам пора выйти из пещер. Пришло время сражаться. Иди и поспеши. Солдаты будут искать тебя по всему острову. Пускай ищут. И если найдут, я с радостью отправлю их к Аиду. Жесть, конечно. У пацана точно какие-то приколы с головой. Беда с башкой. Ну ладно. Осталось теперь добраться до нашего Сократа. И да, что там какие-то комментарии странные давала наша Кассандра. Ну вроде ничего такого. Ну ладно. Ну ладно. Сократ, чужестранец опять пролил кровь на священной земле. Да, пусть так. А, Кассандра, увидев тебя на Делосе, я воспрял духом. Скажи мне, чем закончилась история с пленным мятежником? Ты не говорил, что он одержимый фанатик? А, но кому решать, кто из нас слишком безумен? В какой-то момент так можно сказать про каждого. Тебя с твоей философией, он бы скинул в море. Раньше быть может, тогда я был меньше обременен весом и философией. Так скажи мне, удалось ли тебе разрешить ситуацию мирно? Без пары капель крови не обошлось, но все живы. Хм, интересно. Мисс Те, которая проливает кровь везде, где появляется, в этом случае почему-то предпочла выбрать жизнь. Что тут скажешь? Мне так захотелось. А что с мятежником? Если ему дорога жизнь, он где-то на пути к Миконосу. Наше решение как зыб на воде. Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит, но со временем этот зыб может превратиться в сокрушительные волны. Очень приятно, Сократ. Ты не перестаешь вызывать у меня головную боль. Всегда пожалуйста, Кассандра. Надеюсь вновь увидеть тебя на симпосии. Не надейся. Да уж, конечно, радушные у них отношения. Итак, давайте посмотрим, все ли здесь у нас. Ну да, в целом все квестники такие интересненькие мы прошли. Осталось тогда уже получается уже двигаться к острову Наксос, а там уже будет видно, что к чему. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, конечно, кто ставил лайки, комментировал, ну и подписывался. Всем удачи и до новых встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok